день добрый работа продолжается бритовки то есть принципе клин и готовы они вообще готовы сейчас можно даже собрать в оправу заточить и будет все окей как говорится но это дамасской сталь если у нее не проявить ее структурный рисунок то это я считаю просто будет огромный грех с моей стороны и поэтому я сейчас приступаю к травлению но хочу в этот раз протравить немного нестандартно причины это две первая причина потому что бывали случаи когда по кромке кислота укушивала там настолько тонкий подвод то есть прям нулевый она при проявлении рисунка она просто напросто какие-то неровности туда втыкала то есть за счет этого вот разного травления стали то что она стал чуть быстрее другая чуть медленнее травится и поэтому уже нулевый подвод он еще больше обнуляется больше уже некуда и потом заточить бывает иногда так напряжно напряжно но не всегда но бывает и вторая причина хочется что-то нестандартного необычного а значит как минимум даже только вот в травлении они должны уже быть немного нестандартными тем что я сейчас закрашу кромки закрашу протравлю стандарте потом выдерну оттуда все это на мой зачищу как обычно процедура такая многоразовый как бы многоуровневый точнее так немного затяжная ну как немного часа на два примерно протравки а после этого смою вот этот слой прокраски день следующий мы соску и приехал с обновкой вот такие отборы купил набор китайские тонкие может писать рисовать получится цены ценник вообще подарочный и вот таких вот на подороже купил не я под конечно не таких вот крупных еще не было но тут один такой же другой отсчет и просто у меня у такого вот зубы уже полетали вот так вот с обновочками но к ним еще не скоро сейчас бритовки доделаю покажу клиночки что выходит ну чтож продолжение второго дня точнее его кончание и вот какие-то результаты я могу предоставить что получилось получилось вот так вот то есть глубоко протравил оставил кромку у острия зеркальный это получилось по той причине что да конечно то это могло быть и получше да ну я недоволен результатом вот этих вот фиговинг получилось так что я хотел протравить вот так глубоко потом вот здесь протравить на блестящим не глубоко сделать такой черный серым черно-серая полоска была бы с там с проглядывающим тем же самым положением структурного рисунка но при протравке вот этого вот зеркала вот это зеркало тоже то есть как бы протравливалась и когда я все это полировал туда потравка не удерживала полировки опять стирается на одном клиночке попробовал и решил этого больше не чудить в общем как-то так вот в общем так вот они теперь выглядят вот наверное видно будет вот клиночки готовы теперь надо будет думать оправку еще сделать но я принципе уже так подумал конечно уже есть какое-то уже такое решение что вот так вот и никак по-другому близко наверно подвел вот как то так это все выглядит конечно протереть надо еще все как следует чтобы блеск там проявился ну думаю видео снова передаст хоть что-то да а нет нет другой ладно и в общем вот такой вот обзорчик получается у нас готовых клинов клины 75 процентов по ширине сейчас мы померяем все покажем расскажем вот здесь такую как бы такую небрежность специально сделан вот в этой вот в линии смысле вот такие вот клины не знаю многим заходят очень многие заходят широкие клины мне как-то не знаю есть даже шарахусь как бы я может может просто привыкли к 5 восьмых так поэтому здесь вот двойную зафигарил вот в общем вот эти блестящие полоски они на уровне вот этих вот блестящих а те которые темные они ниже вот это мысли вообще интересны вот как то так вот цвета выглядит ай-яй норовят гусить ну что ж давайте замерим давайте прям с него и начнем они принципе все одинаково есть чуть шире есть чуть уже мерить буду вот так вот на скидочку поэтому уж не без суть если промажу блины не люблю линейками измерять что-то 23 уверенных есть может даже двадцать три с половиной миллиметра вот это в общем где-то да округленно будем так считать что это 23 миллиметра они вы кстати все немного разные вот сейчас покажу где же тут сравнить то бы так ну вот примеру смотрите вот эти фасочки вот на эрли видите побольше поменьше как вот так вот этим отличаются длиной вот это вот лезвие самого здесь они принципе одинаковые вот а вот есть которые удлиненные примеру давайте сейчас так вот хороший образец для того чтобы сравнить вот кончик вот так вот выкладывайте до куда доходит да вот вот эта вот разница вот сейчас я их там здесь сложил ровно вот такая вот длина самого лезвия но и такая опять уже кто-то по камням вот так вот то есть хватает таскать кому-то например хочется больше разбега поэтому удлиненные 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 лезвия ну что ж да из чего я подумал делать оправы но точно не из кости потому что в размер не убираюсь точно не из рога потому что урок это не то что нужно именно для бритвы слишком много косяков с этим уроком и во время производства и после уже во время пользования поэтому я думаю произвести из-за древесины разные древесины оправы и для разнообразия хочу сделать из g10 но не как вот обычно у меня здесь примеру вот вот с такого я делал там да здесь просто их два сразу вместе сложных из g10 и такого многоликого то есть там несколько уровней оправа будет толще оправа будет вот так вот выглядеть вот прямо точно так вот будет выглядеть но из g10 и там будет такие волны как бы так рисунок все дела вот и еще подумаю вот сделать пример так это из g10 а вторую здесь и сделать с долом не такие бритвы раньше были то есть буду и тут будет дол который тоже будет проявлять рисунок g10 материала это раз во вторых облегчает оправу потому что 10 не из легких материалов не в третьих ребро жесткости какой никакой и в четвертых в руке она то есть более уверенные когда отдал и но это именно к сложным состоянием когда не сложного не вам нафиг не сдались потому что вы бреетесь держитесь за рл а вот сложным состоянием эти дала и они как бы более то есть будет как удерживающие служат очень вот так вот должна выглядеть оправа из g10 но рисунок будет не монотонный как вот тут там слегка проглядывается какая-то там структура а будь не прям такой веселый веселый прям рисунок но проблема в том что сегодня суббота магазинчик уже закрылся и остальные тоже подобные магазины закрылись где продают g10 вот именно толстую с рисунком и поэтому мне придется тупо ждать пока не наступит понедельник и когда все живет магазин откроется наконец-то и я смогу начать производить оправу то есть параллельно одновременно то есть и как из древесины так и из g10 иначе у меня ничего не получается из-за этого вот только что то что выходные это прямо для меня ну конец конца как говорится так вот апокалипсис легкий так на пару дней ну вот как бы и все обещал показать показал вот такие вот мысли каким нет рассказал что что ж сейчас я единственно что с ними еще сделаю это я их по камушкам погоняю посмотреть по заточке как она себя покажет вот вставочка по поводу заточки я пробежался них ни один клинок не подвел за . отлично идет то есть я прошел на 6 тысячах на 12 тысячах тормознулся естественно потому что мне еще их собирать вот воправа вот такая за . давайте быстренько вам покажу хоп-хоп блин нифига не видно на мониторе ну я думаю там на видео будет видно то есть на экране как говорится монитор . извините нифига не вижу вот так вот и еще одну то есть ну я должен знать что ждет в будущем что получится что не получится поэтому я делаю такие вот тестовые заточки все до того как все собирать начну так что уже не думал сказывается не гадалась и все и я следующее видео уже покажу вам с готовыми заточными бритвами надеюсь все будет удачно не как в прошлый раз без косяков как бы от у меня одна бритвка всяком получилось ну знаете это вот косяк тоже не надо неплохо почему потому что ну да я потерял деньгах ну да расстроил момент ну что теперь делать за тот человек взял и попробуют именно клинт 75 процентов именно дамаск потому что он уже брал шаха 15 у меня бритву сказал что понравилось все здорово поэтому попробовать дамаск за ценник который больше нигде не бывает вообще не может даже быть вот так что тубритвку забрали у меня и слава богу потому что я не люблю разбираться что да почему да и там править мне как-то проще как-то душевнее начать заново и сделать все опять с нуля вот я этим принципе и занимался все новостей больше никаких по технической части тут много чего но а вот по бритвам принципе никаких поэтому на этом обзор можно считать законченным и до новых встреч покажу вам когда будут уже готовы все спасибо за внимание всем пока до увидя